Ну что же, всем с того привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему я Фастер Вонлайт, и мы продолжаем смотреть за противостоянием команды Анима 0.1 против ТЦП. Всё-таки смог пофиксить у нас инвокер вылеты из игры, и мы наконец-таки сможем снова с вами наблюдать за этой игрой. И посмотрите, что взяли Анима 0.1 снова надеяться на какую-то раннюю игру. Взяли себе Оракла, Мирану, Элдор Титана, Бэтрайдера, забанили же сами Трак Суши, Тодемона Инвокера и Джаггернаута. ТПЦ забанили Сент-Кинга, Адмирала, по-моему Хускара и Алхимика, да, Хускара Алхимика просто. Странно было, я смотрю через ОБС, но и что же. Взяли же себе сами Фейсовс, да, Огармага, Тимпирович Доктора, то есть ТПЦ сейчас стараются играть через массовые стратегии, через купол какой-то вместе с Чакрамом, то есть у нас идет сейчас упор на то, что Дамаг пойдет в купол, то есть нужно забирать еще парочку героев, Тимбер, да, хорош, особенно с Ганилом, дамажить в купол за счет двух Чакрамов, также есть Твич Доктор, ну, конечно, он с некоторых времен, примерно, куда назад больше не бьет в Хроносфере, но его же можно поставить рядом с Хроносферой, там же ведь бешеный рейндж этого Део Варда, и из Хроносферы никто никуда не денется. И что же, пятый бан от Анима 0.1. И что же они решили забанить, и против кого не захотят играть? А кто же окажется наиболее противным, по их мнению? По-моему, не знаю даже, кого стоит забанить, потому что есть мидер, скорее всего, оффлейнер, если это его, это не кор, и два саппорта, то есть либо оффлейнера нужно брать, либо кора, потому что я думаю, что все-таки Тимбер пойдет на смит, ибо Тимбера на хард у нас очень-очень редко берут. Ну и что же, давайте посмотрим, может быть, действительно возьмут Тимбер оф хард. Напоминаю, что ТПЦ ведут 1-0 в Best of 3 серии, и все может окончиться на этой карте, или же на следующей, в зависимости от того, как же пройдет у нас игра. И решили забанить Фуриона, думать, что у ТПЦ снова какая-то стратегия. Но тупо ТПЦ действительно хорошая стратегия, мне не нравится Мирана, потому что она слабый герой, она была сильным, когда только ввели Аганим, и никто не знал про этот Аганим, и на неожиданность у тебя Мирана выпрыгивает с Аганимом 2 Старшпола, просто 1000 хп у тебя нету, ты не понимаешь, что с тобой случилось, что случилось с твоими тиммейтами, не знаю, твой саппорт лежит без ноги где-то, твой мидер уже убитый, лежит весь в крови, и ты не понимаешь, что делать, везде война, везде смерть у твоей команды. А теперь что? Теперь эту Мирану мансят, теперь против этой Мираны собирают пайпы, какие-то глимеры и прочее, прочее, прочее. Никто уже не удивляется Аганиму на Миране, раньше-то у нас все ждали какой-то, знаешь-то, Мирана, которая дамажит с руки, Мирана, которая убивает автоатакой, а теперь, опа, и два Старшпола тебе по голове. Ну, неожиданно, серьезно, неожиданно. Завалили тинкеры, те времена у нас, ТПЦ, и думают над своим пятым пиком, и кто же это будет? Кто же это будет? Ну, вот ТПЦ... ТПЦ, ТПЦ. Кого же возьмут? Думают над своим пятым пиком, скорее всего, должен добирать хорошего Кора. Возможно, Траксу. Террор Блейда! У нас не в бане Террор Блейд, и он хорошо наваливает под купол, да и вообще, это очень сильный персонаж. Хоть он отлетает от Мираны, ладно, он отлетает от Мираны. Кто еще может здесь зайти? Но Террор Блейд хорош был, действительно, если бы у него было чуть побольше ХП, если бы сразу статы начали собираться ТПЦ, но... Свен, Свен, который в любом случае, если что, затащит тебе игру просто потому, что это Свен, и он ваншотит все, что только может, одним сплэшом. Ну, ладно, Свен, так Свена. В принципе, пик действительно хороший, и пик смотрится очень и очень сильно на данный момент. Хакуну донатит, конечно же, донатит, он очень медийная личность. И не зависит от того, как он играет, просто потому, что он всем нравится, и Урсу добирают нас с анимой. Я периодически буду зачитывать чат, некоторые вопросы, если вы там будете писать в некоторых паузах, допустим, которые сейчас были задумались у нас с анимой 0.1, и взяли себе Урсу Вориора, но... А я думаю, что Свен с Тимбером и Вайдом все-таки раскает Урсу Вориора, и в конце концов, лейт посильнее у ТПЦ, поэтому они будут вынуждены... уходить в лейт. Даже не вынуждены, они будут с радостью уходить в лейт, с улыбкой, уходить в сороковую минуту, то есть в сороковую минуту стукнет, и такой Свен просто сидит за компьютером, у него улыбка до ушей, и все-все остальное. Но посмотрим, как же будет протекать эта игра, что у нас здесь может произойти, и как пойдет сама игра. Итак, 0.1, или же ТПЦ. Ну, ждем, ждем пока что, разберут своих героев, и ставится пауза. Ставится пауза, и ждем пока что все переподключатся. Ну что же, за команду ТПЦ играет Лайлот на фейс-лайде, Нофи на игре-маге, Моли, Вич, Доктор, Анбелевл, Свен и Канеки на Тимберсоя. За команду же Анима-01, Офирна, Ракли, Терабайт, Бэтрайдер, 340-й Элдер Титан и Крэш Номирани. Ну и, конечно же, Бадян на Урсе. Первая карта была за... По-моему, не за 0 первыми, я ошибочно поставил счет. Она была за командой ТПЦ. И, конечно же, я об этом помню. Нужно же, конечно же, сменить сразу худые. Итак, разбегаются у нас по линиям. Что же кто взял себе на линию? Мирана в мид себе взяла в рейввен, файри-файр, веточку и два запульных тангуса. Против нее в миду будет стоять Тимберсоус с фурменшилдом, файри-файром и веточкой. Ну что же, Тимбер, который будет стоять против Мираны. По идее, Тимбер должен в щи выигрывать мид у Мираны. Он должен качать свой реактив-армор. И с этим реактив-армором просто овнить свою линию. Причем, действительно, овнить и очень, и очень сильно. Итак, ставят у нас реактив-армор варды здесь ребята из Анима-01. Напоминаю, что ТПЦ именно введут в этой Best of 3 серии 1.0. Ну и посмотрим, как же дальше будет развиваться событие. Итак, Тимбер. Тимбер ждет, пока заспавнится руна. Здесь еще и Вайлот. Вайлот ожидает моей руны. Готов Краш. Не знаю, хочет ее подстелить, но Вайлот должен забирать ее. Так, Вайлот или Краш? Все-таки Краш смог стырить руну. На самом деле, там был далеко Вайлот. И поэтому вряд ли бы он забрал себе эту руну. Ну что же, ничего страшного. Руна доставалась мидером. Правда, Миранда еще и по щам сколотушки получила. Но сразу же в итоге потратила Тангус. Понимая, что сейчас все дальше будут напрягать на миде. Хотя, может быть, вряд ли в итоге она на один удар Вайда потратила Тангус. И прекрасно видит это как раз таки Наффин. И вот заканчивается Тангус. И сразу же пошла горелка. То есть Наффин прекрасно понимает, что не стоит давать лишнего хила. Хила у нас Крашу. И Крашу прилетает фласочка. Крашу начинает китаться с Наффином. Ну и Наффин снова у нас на миде. У нас что не игра, так какая-то дабла в харде. И причем постоянно от сил тьмы и свет идет вдвоем в мидл. Серьезно, я такое уже второй раз вижу. И это какое-то уже правило у нас. Напоминаю я, что вы смотрите M-Video, Dota 2 Open. Под спонсированной компанией M-Video и Red Square. Red Square это новая игрушка и компания, производящая геймерские девайсы. Это лучшее соотношение цена-качество, которое есть на рынке. А помимо стандартного комплекта коврики, мышки и клавиатуры, в ассортименте есть и прекраснейшие игровые стулья. Итак, Канеке. Здесь подлосхитил Крепа Крэш, подденайл его. И уфир также стягивается в мидл. Что же, в топе у нас стоит Solo на Solo Violet против Бадяна. На боте Цвен, Вишдоктор, против Титана и Бэтрайдера. Но вот все-таки я думаю, что с пиком посильнее у нас будет ТПЦ. Хотя, я может быть чего-то не понимаю. И может быть действительно Анима 0.1 смогут у нас одолеть своего оппонента на этой карте. Канеке. Канеке. Ну, в общем, Канеке с пассивочкой ставится. Апсервер Вард еще заряжает от него Фортунэнда. Ну, в общем, пытается сочетать Канеке убить. Канеке очень-очень красный. И Канеке сейчас должен выхиливать за Канеке и съедать Файр Файр. Если у нас второй Пури Файр Флеймс, и второй Пури Файр Флеймс решил не кидать, выхиливает Тимбер Сова даже с этого Пури Файр Флеймса. И Тимбер даже должен поблагодарить, наверное, нашего Оракла. Итак, Канеке. Второй левел. Ну и Оракл забирает тебе инвиз и уходит в топ. Но в чем смысл, если даже с Ораклом Урса никак не заберет Фейселос Вайда? Ну, потому что Вайд, если что, имеет таймволк. Он дальше идет хитаться. Хотел поймать еще одну точку, чтобы сделать таймволк-аут, но в итоге просто получил немножко дамага. У Вайда еще есть 7 тангусов, ну вот, в основном все два удара. И посмотрите, Крэш. Неужели Крэш вбивает Канеке? И это ФБ. Это ФБ, которые делают ТПЦ. Ну что же, продолжается игра. У нас тем временем на первом месте по Крипстатам Урса. На втором месте СВ на третьем. Войд на четвертом. Мирана сейчас на третьем. Где это нет? Третье место с Вайдом. И только после них идет с таким же Крипстатом Тимбер. Но, в общем, у Тимбера и у Мирана примерно одинаковый Крипстат. И в этой игре доминируют по Крипстату все-таки коры. Потому что им немножко больше дают Крипов. Так, Канеке. Канеке все-таки умудряется добивать Крипов. Умудряется их еще и Денайт. Канеке. Канеке. Дерется. И Элдер Титан тем временем отлетает от нейтральных Крипов. Итак, Вайлот. Вайлот. Вайлот тоже стоит. Бьет Крипов. Выход снова на Тимбера в мид. Должны сейчас здесь Тимбера снова напрягать. И я рамку убрал. Видимо, это поздно. Как-то написали. Нет, все-таки. Убрал еще в начале. Я что-то прям увидел в счете сообщения. Рамка. И... Теперь сейчас, ребятки, не ушло. Это уже третья минута игры. Ну и что же, у нас... Нафин должен убирать. Нафин. Нафин подхилит. Но Нафин должен убивать. Хил. Нафин, если что есть. У него пластичка на нем бежит. Анима. 0-1-340-й. И убивает его. Такий Анбелли Бобл. Сражается со всеми остальными своим мечом. Но по моду у него... Хотя нет проблем. У нас все-таки у Молли. Молли должны забирать. Хотя Молли живет. Сюда бежит Анбелли Бобл. Отличный стан. По двоим. Прилетает также с ДП. Сюда Угар Мак. Отличные касочки. Должны забирать с 340-го. И у Фира. 340-й. Пытается убежать. Но минус 340-й. Уфир. И ДНИТ Уфир. Отличная игра от Уфира. Накинул на себя Пурифай Флэймс. Когда начали бить его крипы. И посмотрите. Вайл от 5-го левела у нас. С тем временем. Закупает он тебе Пурман Шилд. И сейчас должен быть уже 6-м. Что же. Фейслос Войт. Бежит. За ним Урсайнет. Отстает. Канеке. Канеке. 5-й левел. Почти что 6-й. Здесь катапульты мертвые лежат в воздухе. Но ничего. Страшного. И 2-2. Кстати у нас счет. Нофин снова встреет. Нофин. Нофин может умереть. Но Нофин имеет ли сапог? Ну. Сапог в стейшем. Так что вряд ли отсюда Нофин уйдет. А его еще и подталкивают на Файрфлай. Что у нас по Нетворсу. Мне кажется самое время включать общую ценность игроков. На первом и втором месте находятся Мирана и Урса. На третьем месте Свен. На четвертом месте Тимбер. И лишь на пятом Фейслос Войт. Все примерно у нас в нуле. Только лидируют. Ноль первые. 750 по золоту. Здесь еще прилетает сюда Огр. Огр третий левел. Огр. Огр. Огр дает в баночку по терабайту. Терабайт. Терабайт. Почат еще и стан. И здесь его не отпустят. Хотя пошел здесь выход от Титана. Отличный сон пошел. Касточки летают терабайт. Нет. Не отпустят. Все-таки терабайта. Хотя терабайт пытается уйти. Может быть еще из телепорта уйдет терабайт. Терабайт летает на хайграунд. И делает ТП. И делает ТП. Да ладно. Как же здесь повезло терабайту. Подсыпал. В конце концов. Его Элдер. Титан. Ну и правда проблема команды Анима 0.1 в том, что урса у них на Коре. Итак. Молли. Четвертого левела. Молли жизненно наверное необходим. Шестой левел. Потому что Девард это очень сильная вещь. И чем раньше получать игры вич топ. Тем лучше для его команды. Ну а с тем временем. Так как мы думаем. Хороший купол на Крэша. Крэш. Ну и Крэша отпускают. Блин. Я уж думал что ему ханда. Ну таки Крэш у нас выживает. И... Крэш... Ну Крэш красавчик. Что еще сказать. Серьезно. Он хорош. Он выживает под куполами. Хоть мне кажется это и не его заслуга. Но возможно в чем-то и его. Заслуга в том, что он купил себе Аквилу. А не Фэзы. И в итоге этот армор который дает ему Аквилу. Спас его. Итак. Терабайт. Терабайт заносим. Снова у нас везде какие-то драки. И выводит загнобленный из топа. Бьет крипов. У Айда все хорошо. А здесь Нофин. Нофин отводит крипов. Нофин отводит крипов. И в итоге... Ну возможно именно здесь и получит свой штук. Хотя вряд ли. Потому что здесь еще есть Огр стоит. Так что втроем они точно тут не получат ни левела никому. Приходится терабайт. Уфин так же значит кастовать свой Фортун Энд. Получает у нас нафин Фортун Энд. Ты на развороте? Нафин. Нафин на развороте. Нафин. Пошел Элдор Титан. Отменяет стомп. Понимал что ни по кому стомпа нету. Пошел стомп по Уфиру. Моли. Моли. Моли должен убирать. Чуть-чуть касточка вылетает. Уфир. Еще тычку сделать. Нету вижена по Оракулу. Здесь через спине у нас Патрайда пытается убить. Нафин. Нафин. Ему все сбивают. Нафин бежит дальше. Уфир забивает. У нас Огр Мага. Приходится. Свойн. Свойн должен наваливать по 340. 340 живет или нет? 340 живет или нет? И похоже что не живет. Минус 340. Уходит терабайт. С егоыми путями отсюда. Ну и что у нас? У Тимбера. У Тимбера по сути ничего нет. У него всего лишь 2600 нутворца. 2600 нутворца это вроде бы много. Но где слоты? Это его? Нет это Вайлета. То есть ладно если бы... Где Арканы? У него 2000 нутворца. Даже 2600. Где Арканы? Канеке. Уворачиваться от стрелы. Все таки не рассчитала у нас Мирану траекторию своей стрелы. И промахнулась. Ейзи. А здесь unbelievable. Шестого левела. Со стиками. И unbelievable. Приручает. Доминатором крипа. Кстати у нас 75 маны стоит. Доминатор. И так к слову просто. Unbelievable продолжает. Добивать. Крипов. Итак. Что у нас? Nothing. Здесь канеки. Ну и вроде бы все успокоилось более-менее. Равно играют команды. То есть у нас конечно да лидирует 2000 анима 0.1 по экспириенсу 750. Но это небольшое преимущество. Это действительно небольшое преимущество. Это почти что минимальное преимущество которое может быть у команды. Хотя 2000 на 8 минуте. Даже уже на 9. Ну не знаю. А 9 вроде маленькое все равно. То есть они могли бы быть больше. Это показатели равной игры. Просто где-то у нас кто-то подфидел. Где-то что-то еще. А фармят они одинаково. Так у них оракл расставляет вижн. Оракл заблочил спот об сервер вардом. Заблочил стаки свэна. Отличная игра. Как только увидел что свэн приручил крипа. Пошел и поставил об сервер вард. То есть в одном моменте не до стака не успели сделать все анбеливы. Анбеливы был хитаяц с терабайт. Там терабайт. Точнее просто пытается улететь. Терабайт. Неужели снова по клифам улетит? Ну и терабайт у нас снова улетает по клифам. Это же нормально что терабайт просто улетает по клифам. Эти клифы в одно время исправляли же. Ну ладно. Бэтрайдер живет. Бэтрайдер просто держится этих клифов. У Бэтрайдера 17 сихов еще было. Так что он вряд ли умирал и без клифов. Но все же неприятно свэну. Второй раз отпускает Бэтрайдер. Точнее Бэтрайдер сам уходит на скилла ныщем. Итак. Здесь Огрмаг. Десятый. Десятая минута. И что за у нас? Спавница Огрмага. Спавница. Баунти. Руна. Канеке. Канеке на развороте. Нет. Нет. Не хочет на развороте. Здесь Аниманды 1. Элдор Титан. Титан. За Титаном вышли. Титан получает стан. Титан. Титан может быть еще не стан. Если Вижн. Если Вижн на Титана похоже Вижн. Титан не то и ставится Сентри Вард. Под этим Сентри. По Сентри Вардом должны драться. Хотя. Видят Титана. Видят как он уходит. Так что. Просто-напросто его. Должны. Отпускать. Итак. Титан. Прости вообще Титан. Вот он. Продолжается. Игра. 3-5 счет. Терабайт. Ласт хитит. Немножечко крипов. И Бэтрайдер. 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 Ну посмотрите. Терабайт. Терабайт. Получает снова барабана. Мне не нравится. Бэтрайдеры, которые играют через барабаны. Хоть возможно это и правильный выбор. Но я не понимаю этого фетиша на барабаны. Серьезно. Я не понимаю в чем смысл барабана. Бэтрайдеры. Конечно. Я не понимаю МС статы. Но профит не купить даггер. То есть сначала может быть даггер. Потом форс. В конце концов более классически пойти. Урса совершает зольное убийство. Убивая просто Вайда и джимбер. И щиловик. Нафина у нас трипл килл. От команды анима 0-1. И пока что что-то попахивает 1-1 в Best of 3 серии. Но посмотрим что же будет у нас дальше. Урса идет на расшир. В конце концов. Урса это персонаж с Бёрстом. И как только его оппоненты начинают переживать Бёрст. Так сразу Урса становится менее полезной. Так сразу Урса становится много слабее. Нежели чем она была. Итак Бадян. Бадян здесь видит Анбеливола. Анбеливола цепляет Анбеливол. Анбеливол должен умирать. Анбеливол все еще живет. Здесь Урсевича не дает бить. Урсевича просто не дает бить. И поэтому Анбеливол вызывает. Однако ДС Анбеливол пытается догнать теперь Урсу. Ломает Инвиз. Отличная игра Тофира. Ну что же. Собрались у нас. Просто собрались. Они вон 0.1 терабайта пытаются поймать. Но терабайта. Зачем ты это делаешь, Канеки? Ведь терабайт на хайграунде. И еще тебя увозят в сторону своих тиммейтов. И Канеки здесь распиливают по частям в его железной банке. Плохая игра от ТПЦ. Хорошая игра от Анима. 0.1. И посмотрите. Анбеливол. Здесь Анбеливол может умереть. Рейстер Шторм падает. Все-таки Нина Анбеливол была. Минус Анбеливол. И... Мирана. Мирана. Ванешь. Пытаются забрать Войда. Воет. Минус Воет. Хорошо еще и забрать. Можно также Вич Доктора. И последнего Огрымага. Это будет Тим Вайб. Да ладно. Неужели Тим Вайб уже сделали? И вторая игра проходит нас в очень и очень быстром русле. Хотя у нас все вышки стоят и 4-13 счет. Просто 4-13 счет против этой русы. Невозможно играть. Эта луса тебя разваливает. И она снова заходит на Рошана. Господи. Что у нас за игра? Хотят вернуться в Best of 3 серию. Хотят все свести до обычного Best of 1. Это ошибка. Анима 0-1. Сейчас проигрываю по карте. 0-1. И... Вроде бы пока что заявочки есть на камбэк. Потому что с Кимурсевичем действительно победить не составит труда. И они очень и очень хорошо исполняют свой пик. Правда пока что вышки не пушат. Но овнят своего оппонента по всей карте. Если мы откроем какие-нибудь графики. То увидим, что Анима 0-1 уже ведет по 7500 золота. И сколько по экспириенсу? Около 6500 по экспириенсу. Это очень и очень большое преимущество. Что же Мирана 10 левого. Кстати у нас у Мирана. Мирана продолжает тем временем здесь добивать крипов. У Мирана в скором времени появится Аганим. Но проблема 0-1 в том, что... После 30-й минуты Мирана не такая полезная, как и Урза. Ну, так что должны заканчивать до 30-й, но здесь снова у нас ловит Мафена. Мафена отличная хроносфера от Вайда. Также кидаются еще и касочки. Ставится Деввард. Очень-очень больно. На 30-й минуты Мирана. 30-й минуты должен умирать. Также у нас должна отъезжать Мирана. Мирана здесь живет. Мирана кидает стрелу в Моле. Но ее сбивает. Ультимейт. Элдорчилану все-таки разрывает просто Моле на части. Пытается забрать еще Бадяна. Бадян живет. Но есть Тимбер. Тимбер должен забрать Бадяна. Раскайтить Бадяна. Здесь Канеке. Канеке под стаками. Мокущий подряд с КП Бадяна. Что Вайлот должен делать? Просто Тимбл Каут. За ним прыгает Бадяна. Ё-й-й-й. Бадяна убивает. Как-то у нас у нас в Вайда. Канеке должен на развороте наваливать по Вайду. Но Канеке боится. Ибо у нее нету маны. Как же больно бьет Бадяна. Еще и Уфир. Можно ведь убить Уфира. Ладно. Уфир живет. Уфир ставит об сервер ворды. Ну и Бадяна отхиливается. Бадяна просто как бешеный медведь. Всех грызет. И серьезно. У Бадяна 5-0. Бадяна пока что не победим. Да, его почти что убили. Но не убили же. Видит еще и Вич Доктора. Без проблем. Разбирается с Вич Доктором. Минус. Он понимает, что здесь есть об сервер ворды. Ломают сража. Об сервер команды ТПЦ. Плюс еще и Нафин. Нафин. Получил сон. Нафин. Стоит. Ждет своей участи. Ну и Нафин. Они должны разбирать. Нафин. Нет, Нафин отсюда никуда не уйдет. Его забирает. Мирана. И счет у нас 6-18. Ужасная игра от ТПЦ. Полетел. Дискобол от Канеке. Возвращается Вой. Дискобол. И Урса 11-й левел. Кстати, у нас Бадян. Бадян продолжает. У нас есть крипов. И что интересно, что Войт решил вообще забить на все эти файты. И вообще фармить в лесу. Ну что же. Войт. Вбивает еще одного очередного крипа. Войт. Ну, Войт развлекается здесь. Добивает крипов. Канеке терьем бафует. Нафин. Нафин накидывает баночку прямиком в Амиран. Ну, если я слышу, что Лассо Батрайдера, где Лассо Батрайдера? Где она? Я так и не заметил. Кого же уводили? А вот здесь, скорее всего, Свойна. Хотя, целый враг бы не такой лоузовый. Касточки летят. Касточки по Бадяну. Бадян должен прижать. Бадян забирать свой ультимейт. И как же вовремя он прижимает свой ультимейт. Бадян убивает. Unbelieveable. Unbelieveable абсолютно ничего не может сделать. Здесь еще и Нафин. Рядом должны веселиться с Тимберсовым. Тимбер. Тимбер. Тимбер должен умирать. Тимбер живет. Тебе пока что живет, откидывает свои чакрамы. Но в итоге и Тимбер отправляет. Прямиком в таверну Бадян под фейт. Фолс-промисом живет и решает переключиться на краш. А здесь Бадян глютается в Нафин. Оно в итоге Бадяна просто взорвало под фолс-промисом. Дальше пытаются как-то задавить. Но Уфир также отъезжает. И неужели это минимальный камбэк? Погоня за кем? Погоня за Бэтрайдером. Но за Бэтрайдером не угнаться. У него слишком много МС. Просто 351 МС. Здесь Молли. 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 Сейчас может умереть. Но Молли не приятных. Это будет Баш. Первый Баш есть. Нужен еще один Баш. Но, к сожалению, нет. Баночка. Именно Флэймбрыгская. Дала о себе знать. И дала тик на Лоу ХП. Пич. Доктора. И действительно Урса. Заливает сейчас Соляра. Правда, она умерла. Первая смерть Урсы. И немножко подфидели золотом. То есть сейчас где-то тысяч в шесть лидирует у нас Анима 0-1. Далее они около двух тысяч, я думаю, за свой минус четыре. Но поможет ли эти две тысячи команде ТБЦ? Или не помогут? Вот в чем вопрос. То есть у нас у Тимбера, по сути, вообще еще ничего нет. То есть у него есть одни арканы. И этого явно ему не хватает для сражения против Урсы. Потому что против Урсы ты должен иметь огромное количество маны. И пытается у нас выкормить как раз-таки себе Блодстоун на Тимберсоул. И за Блодстоуном он может просто ходить и резать всю карту. Просто всю карту. Так, для Рошана у нас пять минут. Здесь забирает еще баунтеруну у нас Огармак. И покупает ворды Элдер Титан. Ну что же. Канеке. Одиннадцатый левел. Это не Аганим. Иначе он все начали покупать сразу Аганим. Но для Аганима у него еще маны маловато. То есть серьезно. Нужно брать какой-то Блодстоун и Шиву только после этого Аганим. Ибо маны реген пока что скудный. Просто действительно скудный. Так. Тимбер. Тимбер. Ну и вроде бы здесь у нас снова какая-то драка. Я слышу. Где? Где Свен? Свен Фаркписа. Это Стан и Свена были. Канеке. Канеке тем временем тройкает. Наверное, его просто втроем развезли. Втроем. На одного даже, по-моему, вчетвером. Но там не понадобился сплиттер. Поэтому можно сказать, что втроем. Прилетает Бэтрайбер в топ. Есть Вой. Хотел у него как-то агрессивно сыграть. Но нет. Мирана летит в топ. Также сюда прилетает у нас и Урса. И Урса сейчас снова будет заливать Соляра. Потому что просто-напросто Урсу нечем контрить. Урсу нечем контрить. И прекрасно понимают. Это ТПЦ нет. Нету у них никаких дизы, плохихового бейд, никакого бестмастера. И кусь-кусь сейчас выйдет у Урса. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. За пять тысячек с дизы. Агра просто за пять тысячек. Не считая его ультимейта. Не считая энрейджа. Только там восемьдесят процентов снижения урона. И множитель фурифа свайпс. Один и семьдесят пять. На последнем левеле будет аж вудуа. То есть с каждого стака будет трейдить не по тридцать, а по шестьдесят. А это уже очень-очень много забирает. Также здесь тролля у нас. Тролль не вытяжел от того и умер. Ставится в центре варто. И пытаются как-то снова заблокировать энчет крипов ТПЦ. Ну вот постоянно, постоянно держат в напряжении ТПЦ. Потому что не дают фармить Свену. Не дают ничего ему сделать. Если у нас Свен все-таки на фармингах, у нас хроносферы. Золотые купола. К сожалению, сейчас я эту песню не найду. Возможно потом, после сприма, специально для такого момента я ее включу. Но сейчас нет. Итак, появляется теперь у Огра почти что одиннадцатый левел. Мультикасты работают вовсю. И что же, здесь у нас Урсевич. Урсевич, который бьет крипов в лицу. Бадян с радостью их добивает. И Бадян собирает себе Аганин, дабы мог прожимать свой инрейдж. И мансить от станов даже в самом стане. То есть, чтобы тот снимал с себя стан. По-моему, это еще лучше, чем у нас увозят. У нас тем временем бутрайдер Канеки. Канеки, тем временем, живет Канеки. Канеки не попадает в мир в сплиттер. Хотя, казалось бы, что он должен попадать в мир в сплиттер. Запускает у нас у Фир свой Фортун Энд прямиком в агра. Ну и продолжается играть. Время у нас пытается, в конце концов, забрать вышку в миду. Анима 0.1. Но смогут ли они это и сделать? Итак, Канафин. Ломает. Чужой Вижн. Полетела стрела. А да ладно, что это было? Это просто калькулейтед. Как же играет Смирана. Как же она это делает еще. И придавил у нас Молли. Пошел виниш. Молли уже не жилец. Шикарная игра просто от всех Анима 0.1. Здесь правда Ваджиан должен отпускать Канеки. Канеки, в конце концов, сгорает. И 9.25. Ведут уже около 10 тысяч по золоту. Вообще не хотят пушить. Решают забить. Посмотрите, у нас Анбилибл. Начинает наконец-таки бить. Ну, Анбилибл, казалось бы, что 300 на мага. Но он не дает, он просто не бьет этим-то богом. Он просто стоит и смотрит. Что интересно, у нас драки происходят в основном на миду. И все еще стоит Тир-1 вышка. То есть, упал Топ Тауэр. Упал Ботом Тауэр. Но Тир-1 вышка в миду все еще стоит. Но уже не стоит, конечно же. Но она стояла. Стояла. Так. О, здесь Мирана. Мирана забирает баунтиру. Руну. Ну и Урса с Хастой. Урса, кстати, у нас 14-й левел. И Урсы, блин, огоним. Возможно, следующим артефактом будет у нас Башера. Возможно, нет. Возможно, решится брать какой-то Хекс. Ибо Хекс длится подольше. Дает тебе статистик, интеллект, да и вообще всего. Ну что ж, посмотрим. Башер или Хекс. А можно вообще и Хекс, и Башер. Хотя, думаю, что все-таки будет какой-то Хекс и Манки Кинг Бар, чтобы не промахиваться по будущим каким-то бабочкам. Хотя бабочки, кроме Вайда Лейтера, никто не может собирать. Не знаю. Просто не знаю на самом-то деле. Итак. Здесь у нас Бетрайдер чекает Рошана. Бетрайдер. Приходит Нофин, видит Бетрайдера. Нофин должен собирать быстренько Бетрайдера. И даже ставит храносферу на этого бедного Бетрайдера. Завит ему ХП. Ну и только под храносферу, за всю длительность храносферы смогли забрать этого Бетрайдера. Господи, какой же он жирный, снимает своими санитарями апсы противника. И лишают его Вижена. Ну просто посмотрите, что видят у нас ТПЦ. Да они ничего не видят, серьезно. Они просто ничего не видят. В то ли дело, например, Анима 0.1. То есть, у них Вижен действительно есть. Они видят леса, они видят Энчентов. И этой информации им должно быть достаточно. Серьезно, должно быть достаточно этой информации, которую они сейчас имеют. Ну что ж, давайте обратно полный Вижен. Канеке. Канеке. Отличный сон, и нету больше Тимберчейна, и минус Канеке. Запретил также Мирана, пытается примет, давай, двоит, себе все отхиливает. Но... Нет, все-таки думал, что Немотин Старфол хотя бы упадет. Но в итоге за ним бежит Урса. Урса, Урса бежит. Урса пытается найти своих оппонентов. Урса минус Вичдокер. В итоге у нас еще подставляется здесь Огрмаг. Огрмаг. Погоня за Огрмагом. И Огрмаг пытается отманситься, но не тут-то было. И просто размен 3 в 0. Очередной размен. Преимущество по золоту уже больше 10 тысяч. На самом деле, они не пушат. Они просто ходят и ломают лица команде ТПЦ. Так сказать, мстят за первую карту. Есть Бадян. Бадян забирает Рошана. Ну и Бадян. Уже по 600 КП от Рошана отваливает. Сколько там дополнительного урона? 870. Но вот сейчас удар отобьет. Хотя он сейчас точно отобьет. И Айгис достается ему. Ну что же. Теперь, наверное, можно пойти и подпушить. Хотя здесь Анбеливла. Анбеливла веет. Анбеливла смазывают. Начинает смазывать уже как раз таки стики напалмом. Пошел у нас Бладмейл. Да ладно, Свен собрал Бладмейл. ГДС есть у Терабайта. Точнее, ГДС есть у Анбеливла. Он его использовал. Но в итоге его просто забили ногами. Его просто-напросто забили ногами. И не дали даже ничего сделать. Очень странное решение Бладмейла на Свене. Это показатель того, что он просто в отчаянности. Итак, Терабайт улетает на базу. Ну и здесь у нас Бадян. Бадян, кстати, почти что со Скул Башером. То есть все-таки это будет Башер. Какой-то Хекс, ибо Башер полегче собрать. Прыгает на Нафина. Нафин отстанивается Бадяна. Сразу снимает с себя все станы Бадян. Бадян еще тычку нужно сделать. Потом пошли с ТВ Бадян. Бадяна, ни в каком случае не лезь, где тиммейты Бадяна. Можно ведь разворотить и подраться. Можно разворотить и подраться. Здесь Бадяна не видят. Ну и я не знаю, почему они стали драться. Ибо все уже как коршуны собирались над командой ТПЦ. Серьезно, просто все собирались. Увозят у нас все время коннеки. Минус мгновенно коннеки. Три в четыре ситуации. Можно дальше идти и давить команду ТПЦ. Ибо они без двух своих главных коров пытаются Молли забрать. Приходят, вводят, прикрывают своего тиммейта. И в итоге просто-напросто отпускают Молли. Хотят стрелу попадать по крипу. Если бы чуть-чуть позже или раньше распавнились крипы, то я думаю, сначала попало бы по персонажу. Итак, Бадян. Бадян начинает пушить. Бадяна еще и отхиливают. Бадян. Ну вот, неужели Бадян зайдет на хайграунд сразу? Или он пойдет ломать другие товара? Потому что здесь у нас потихонечку падает башня. Просто потихонечку. Прям совсем по чуть-чуть. И посмотрите, в минуту у нас товар падает. Просто упал товар. Итак, Урса. 16 левел. В лесу. Фармит. Хорошо. Урса рада, наверное, всему тому, что происходит у нас. На карте то, что ее так отфидели. 10-1 счет у Бадяна. Бадян. Красавчик. Машина. Но ему еще нужно выиграть игру. То есть, между ним и победой во второй карте стоит база. База команды ТПЦ. И сможет ли он выиграть ТПЦ? Или же все-таки у нас Свен на фарме что-то, кроме Бладмейла? И... Да, сотвор. Хотя я вот, я насчет кроме Бладмейла не уверен. Потому что у Свена сколько? 9500 нетворса. Когда у Урсы 13200. Просто 13200. Итак. Здесь анима. Ну, посмотрите, крипы теперь же не бьют. Вместе с товарами юнитов в Слипе после некоторых обновлений. Ну. Не знаю, как крипы, а вот вышки бьют. То есть, вроде бы сделали обновление, но вышки все равно продолжают бить тебя. Очень странно, что вроде бы в Валве говорили, что больше во сне ни одном тебя вышка не ударит. Но неожиданно я для себя открыл, что когда играешь в Элберт Титана, вышка все равно продолжает бить под игроком на игроков под Слипом. Что же, остается последний внешний тавер у анима 0.1. И если они так же уверенно будут играть в следующей карте, то я думаю, что победа явно будет за ними. Так, Бадян. Бадян продолжает фармить. Время, не смигает, что это на Бадяна. Видимо, хотят его забрать. Ну, или просто хотят Бадяна. Я думаю, сейчас много кто из чата у нас хочет Бадяна за его игру. Но, пока что он играет. Итак, 17-й левел Бадян. Что же будет от него дальше? Заходят ребята на хайграунд. Смогут ли они зайти на хайграунд? Решают забить на вышку в топе. Просто забить. Даже для меня не обращает такого внимания. Ну что же. Бадян поднимается на хайграунд. У Айгиза все еще есть Айгиз. Айгиз будет действовать ровно минуту. Уже нету глифа. Хорошо. Урсас собирает себе из Огр Клаба что? Что можно собрать из Огр Клаба? Серьезно. Огр Клаб. БКБ? Наверное, БКБ. Я не думаю, что это какая-то сабля, драгон лэнс или что-то еще другое из Огр Клаба. Я думаю, что все-таки это БКБ. Но вот зачем ему БКБ, когда есть вроде бы его ультимейт, который делает его неуязвимым ко всему? Видимо, хочет еще больше неуязвимиться. Хочет вообще закончить с... КДА, как минимум 18, эту игру и начать третью карту. Ну что же, я думаю, что на третьей карте мы увидим либо Хускара, ну или Урсу в бане. Урса в бане точно будет, потому что... против курсы у нас ТПЦ уже настрадались. Если вообще третья карта будет, конечно же, потому что вдруг сейчас они неожиданны кампэк. Теперь не Бадян. Бадян с Аегисом нажимает ГДС. У нас Анбеливыбл. Кончается. Как же не вовремя кончается Аегису Бадяна. Бадян. Бадян, на разводе по Анбеливыблу может даваливать. Здесь сегодня пошел хороший раскол, который взлетает просто по троим. И Тайд Бэтрайдер включает свой фаерплай минус Молин. Ну и, по-моему, размен сейчас уже 3 в 0. Даже жив Арак. Анбеливыбл забирают это 4 в 0 размен. Их ТПЦ прописывают. Good game well played. Напоминаю, что счет 1-1 это ошибка. И сейчас мы с вами увидим третью решающую карту. А мы уходим на небольшую музыкальную паузу. Я оставлю свою группу в описании. Можно будет связаться там со мной. Критика, советы, что угодно. Напишите туда, если хотите, вступайте. Ну, а мы уходим на небольшую рекламно-музыкальную паузу.